Здравствуйте! Наша программа продолжается и в нашей студии Александр Расходчиков, начальник музея Пушечного двора Казанского Кремля. Здравствуйте! Доброе утро! В Кремле новая выставка «Демидовый металл. Сплав на века». Неужели будут выставлены пушки? Вот что интересно. Конечно, пушки будут обязательно выставлены, потому что мы знаем, что сам Демидов, когда ему Петр Первый поручил организовать производственную раллию, то есть первое, что он должен был выпускать, это железо и пушки. То есть пушки у нас там будут представлены, морские пушки, сигнальная пушка. Все это будет представлено из фондов Нижне-Тагильского музея-заповедника, Горнозаводской, Урал. То есть привезенные экспонаты? Конечно, конечно. А сколько всего экспонатов? Вообще на выставке будут экспонироваться более 100 экспонатов, и большинство из них это подлинники. Подлинники. А большинство из них пушки? Нет, пушек всего будет три, но там будет замечательный экспонат, это будет изюминка выставки, это медная горка, так называемая, Демидовых. Она была изготовлена по заказу Демидов в 1728 году, то есть там будет представлена в виде шапки Мономаха, и там будут представлены образцы пород со всех их месторождений. То есть это довольно-таки замечательный экспонат. Интересно. Интересно. Вот, а какое отношение к металлопроизводству Демидовых имела Казань? Дело в том, что Демидовы, производя металл, они его отправляли по всем регионам России. И основной путь лежал по рекам, соответственно, он проходил через Каму, через Волгу, то есть в Лаишево у нас было пристально, там был двор у Демидовых. Здесь также в Казани отгружали металл и пушки для Адмиралтейской верфи, которая строила корабли для Каспийской флотилии. И также поставляли железо для строительства других объектов. Вот у нас храмы Петропавловский, храм, там использованы полы Демидова, то есть имеет самое большое значение для нашего Казани. Здесь же была и контора у Демидовых. И также у нас проводилась выставка в 1890 году, научно-промышленная выставка, где выставочные экспонаты Демидова были удостоены медали Казанской выставки. Возвращаясь к теме экспонатов, вот вы говорили про медную горку. Правильно, медная горка. Для чего она была сделана? Дело в том, что медная горка Демидов, то есть они хотели подчеркнуть, что у них это большое количество месторождений, которые они используются. И как-то оставить память для своих потомков, что вот ихний путь от начала организации производства на Урале и заканчивая практически империей Демидовых на Урале. А самый уникальный экспонат на выставке? Ну, самый уникальный экспонат, вот, конечно, хотелось, это, конечно, вот, горка. Также хотел бы обратить внимание на, будет оригинал письма Жерома Бонапарта. Оригинал? Оригинал письма, то есть у них была переписка, потому что Анатолий Демидов, он был женат на принцессе, на племяннице Наполеона Бонапарта. Поэтому вот там будет представлен оригинал письма. Какая интересная выставка. Настолько вы подробно рассказали, что у меня просто глаза горят даже. Я думаю, такая мужская тема оказывается. Вовсе нет. Обязательно схожу. Обязательно приходите, мы приглашаем наших казанцев, гостей из столицы, обязательно прийти на нашу выставку, посмотреть, будет что посмотреть, я думаю, всем понравится. Спасибо вам огромное за такой подробный рассказ, ну а мы продолжаем нашу программу.